Меня зовут Александр Служаев, я дизайнер в группе компаний Самолет и отвечаю здесь за дизайн-систему. Ну, собственно, мой путь. Начинал я с фриланса, занимался веб и графическим дизайном. После этого я ушел в продуктовый дизайн, в Gems Development. После Gems я ненадолго осел в Люксофте, где начинались мои первые шаги, попытки все стандартизировать и создать дизайн-систему. Но уже в Сбербанке я, помимо своих продуктовых обязанностей, занялся еще и поддержанием дизайн-систем. И теперь я в самолете и отвечаю только за дизайн-систему, взаимодействую с другими дизайнерами, разработчиками, и мы стараемся сделать наш продукт единообразнее и лучше. И давайте для начала обсудим, что такое дизайн-система, из чего она состоит. Поднимите руки, кто знает вообще, что такое дизайн-система и сталкивался с ней. Очень много. Так вот, собственно, дизайн-система состоит из визуального языка продукта. Это компоненты, цвета, типографика, все, что у вас есть в фигме. И все, с чем большинство дизайнеров привыкло взаимодействовать. Также к дизайн-системе относится и библиотека в коде. Не стоит разделять эти два понятия, так как без реализации компонентов от них, по сути, как такового толка не будет. Также библиотека в коде часто называют UI-китом или фреймворком. И без чего любая дизайн-система не может быть хорошей, это гайдлайны. Обязательная документация для всех компонентов. Все компоненты должны быть четко описаны и рассказаны, с чем их есть другим дизайнерам. И, собственно, перейдем к ошибкам, с которыми вы можете столкнуться при проектировании дизайн-системы. И первое, с чем вы можете столкнуться, это начать проектировать дизайн-систему, еще не осознав цели и вообще нужна ли она вам. Сейчас очень модно создавать дизайн-систему в рамках своих продуктов и использовать их. Но давайте разберемся, нужна ли дизайн-система вам. Возможно, у вас сейчас нет вообще ресурсов дизайнеров и разработчиков. И тогда дизайн-система будет только вам мешать и забирать ваши ресурсы. В этом случае на дизайн-систему будет уходить больше времени, чем она экономит. И, как итог, дизайн-система остается непроработанной и уходит в ящик. И для того, чтобы понять, нужна ли вам дизайн-система, ответим на несколько вопросов. Какую проблему решает дизайн-система? Возможно, вы столкнулись с тем, что ваши дизайнеры все больше и больше спорят о том, как себя ведет какой-то конкретный компонент, например, кнопка. Или ваши пользователи все чаще сталкиваются с тем, что поведение компонентов становится не единообразным. В одинаковых местах интерфейса, где кнопка должна себя вести так, она ведет себя по-разному. И пользователь не понимает этого. Также, может ли эта проблема быть решена более легким способом? Возможно, вам достаточно просто короткого описания поведения компонентов, каких-то гайдлайнов. Возможно, вы вообще готовы взять уже готовую систему и использовать ее. А можно ли UI вообще унифицировать? Возможно ли у вас сейчас используются частотные кейсы, которые являются уникальными от одного к другому? Возможно, ваш UI необычный какой-то, и вы не можете, по сути, просто взять и использовать один паттерн кнопок, один паттерн текстовых полей везде. И самое главное, есть ли у вас ресурсы, согласованы ли они? Возможно, ваш бэклог расписан уже на несколько месяцов спринтов вперед. Возможно, уже весь следующий год ваш забит до отвала задачами, и, по сути, у вас просто нет сейчас ресурсов на то, чтобы разрабатывать дизайн-систему. И если вы положительно ответили на все эти вопросы и понимаете действительно, что вы готовы прийти к разработке дизайн-системы, вы можете пойти одним из следующих вариантов. Первый вариант самый простой. Когда у вас есть уже команда из продуктовых дизайнеров, и один или несколько продуктовых дизайнеров выделяют часть своего времени на разработку дизайн-системы. То есть погружаются в разработку компонентов, но погружаются не настолько, чтобы полностью описывать все их поведение, а насколько им позволяет разгруженность от их основных задач. Также нужно, чтобы у вас был ответственный разработчик, который будет эти самые компоненты разрабатывать. Это очень быстрый подход, требует минимум ресурсов и подходит для небольших команд. И как идеальный вариант, это выделенный дизайнер. А возможно, их будет несколько, которые занимаются только разработкой дизайн-системы, которые работают детально, прорабатывают все компоненты, описывают их документацию. И также в этом случае будет хорошо, если у вас есть выделенный разработчик, который будет модерировать компоненты других разработчиков или, собственно, сам разрабатывать эти компоненты и заводить их в библиотеку. Это более системный подход. В этом случае ваша дизайн-система будет выглядеть как полноценный продукт внутри вашего продукта. И это очень масштабируемый вариант, который подходит как для небольших команд, так и для больших. И ответив положительно все вопросы и поняв, что вам дизайн-система нужна, следующее, с чем вы можете столкнуться, это начать разрабатывать дизайн-систему со сложных компонентов. Например, взять меню, сайт-бары, возможно, модальные окна, но пропустить более простые компоненты. Здесь очень хорошо подходит атомарный подход, когда вы сперва разрабатываете не организмы, а начинаете с более мелких вещей, которые будут у вас формироваться в организме. Начните проектирование дизайн-системы с типографики, с цветов, с иконок, затем переходите к кнопкам, к текстовым полям, и только потом уже собирайте из этого всего организмы. И на примере нашего модального окна можно видеть, что оно состоит из текстовых полей, инпутов может включать в себя чекбоксы, компонент загрузки, кнопки, но, тем не менее, это все еще модальное окно. И если бы мы начали проектировать его сразу же в таком виде, как оно сейчас есть, то те компоненты, которые я только что перечислил, остались бы без проработки. И хорошим вариантом здесь будет сперва уделить свое внимание на компоненты более простые, проработать их, и потом уже собирать из них те же самые модальные окна. И следующее, с чем мы можем столкнуться, это неконтролируем размер дизайн-системы. Да, мы начали разрабатывать компоненты, собрали уже не один десяток этих компонентов, и тут мы понимаем, что фигма у нас начинает лагать. Происходит долгая отрисовка, прототипы ведут себя не так, как вы закладывали, а в левом верхнем углу у вас появляется желтенький баннер, который сигнализирует вам о том, что память подходит к концу. И что за память такая вообще? Фигма, так как облачная система, она выделяет на каждый файл всего 2 гигабайта памяти. С этим ничего поделать нельзя, с этим нужно просто смириться и жить. И если вы не будете уделять этому внимания, то через какое-то время у вас появится красный баннер смерти, который сигнализирует о том, что ваша память вообще уже подходит к концу, и стоит с этим что-то делать. Возможно, вы проигнорируете это, и тогда в какой-то момент файл просто перестанет открываться. Вы увидите данное сообщение, и чаще всего в этот момент дизайнеры прибегают ко мне и говорят, «Саша, что делать в этот момент?» Начинается паника, потому что хорошо, если автосохранение этого файла было пару минут назад. Но чаще всего это не так, и автосохранение бывает прошлым днем. Мы лично сталкивались не раз с такой ситуацией, и единственное решение после облазивания большого количества вкладок мы пришли к тому, что нужно открыть с мобильного устройства, отключить неиспользуемые компоненты, и после этого только можно будет открыть файл. Достаточно не самый тривиальный сценарий. Но есть и лечение. Сократите количество скрытых слоев. Например, у вас могут быть компоненты текстового поля, которые содержат в себе десятки авто-лейаутов, которые, по сути, ссылаются друг на друга, ссылаются друг на друга, и, по сути, никакой пользы не имеют. Удалите лишние слои. Также у вас могут быть и непосредственно скрытые слои, которые вы тоже не используете, когда-то давно скрыли, но они все так же занимают место в памяти. Упростите компоненты и сократите варианты. Продумывайте логику компонентов. Закладывайте сразу все состояния, какие возможны. Но не переживайте, в дальнейшем вы сможете всегда вернуться к этому компоненту и, если что, доработать его. И как мы оптимизировали логику компонентов у себя. На примере компонента лейбл, на примере компонента select мы разложили его на три подкомпонента. Helper, непосредственно поле и лейбл. Каждый из которых имеет свой набор параметров в параметрах компонента. И, собственно, их можно и включать, и выключать в рамках всего select. Это позволяет сократить количество слоев. И немножко цифр на примере таблиц. Раньше таблица, собранная на ячейках, занимала у нас 18 тысяч слоев. Сейчас точно такая же таблица, но собранная уже на оптимизированных ячейках, занимает 4 тысячи слоев. Результат достаточно хороший, я считаю. В несколько раз, почти в пять. И последним вариантом, которым вы можете прибегнуть для того, чтобы избежать переполнения памяти, это разбить компоненты на разные файлы. Мы храним компоненты у себя следующим образом. Разбили на два проекта. Первый проект содержит в себе токены, цвета, типографики, иконки, а также сюда мы кладем организм. А второй проект у нас содержит файлы компонентов. Каждый компонент лежит в своем файле, и все это лежит в одном проекте. И какие минусы у этого подхода? Если не заложить это в начале, то нужно тратить очень много времени на перенос. Мы, собственно, столкнулись с тем, что дизайн-системы была не оптимизирована, и нам пришлось переносить все файлы вручную. В этом случае теряются связи, приходится их заново восстанавливать, протыкивать все компоненты. Также возникают сложные связи между компонентами. Например, компонент кнопки у вас используется в модальном окне. Изменяя компонент кнопки, непосредственно файли кнопки, вам приходится еще идти в файл модального окна, и там тоже подтягивать эти изменения. Но все эти минусы лежат на дизайнерах дизайн-системы. Обычных продуктовых дизайнеров они никак не касаются. Они просто обновляют то, что им приходит. А есть ли плюсы? Легкий вес дизайн-системы. Нам удалось достичь больших показателей просто производительности, перейдя на этот способ. А также возможность подключать компоненты на продукты избирательно. Если какие-то компоненты не используются в рамках определенных продуктов или файлов, то вы можете просто их отключать, уменьшая вес файла. И, собственно, да, вы разделили все на файлики, но не хочется заставлять дизайнеров иметь 100 вкладок по одной для каждого компонента. Поэтому мы создали отдельный файл в витрину и просим всех наших дизайнеров продуктовых запинить его. На витрине у нас лежат уже все инстанции всех компонентов в алфавитном порядке. Также здесь мы выкладываем какую-то полезную информацию по работе с дизайн-системой. И также здесь мы ведем change law. А также на странице компонента мы ведем документацию. И теперь перейдем немножко к разработке. Наверняка многие из вас сталкивались с тем, что вы рисуете красивую кнопку, красивое модальное окно, красивый макет, приходите к разработчику, а разработчик вам говорит в этот момент, а я не могу это реализовать. Потому что, ну, в принципе, это займет либо много времени, либо это вообще нереально реализовать в коде. С дизайн-системой могут быть те же самые проблемы. Если дизайн-система построена на каком-то из фреймворков, то следует принять правила этого фреймворка, либо закладывать изначально, что вам придется тратить время на доработку компонентов, которые отличаются от работы этого фреймворка. Заранее выставьте коммуникацию с разработчиками и поговорите с ними в первую очередь о том, основывается ли их фронт-энд сейчас на каком-либо фреймворке, берут ли они какие-то, ну, дают ли они какие-то ограничения для вашей дизайн-системы. Также, если вы только начинаете свои шаги в построении дизайн-системы, это будет хорошим подспорьем для вас, для того, чтобы познакомиться с дизайн-системами в рамках этих фреймворков. И несколько любимых фреймворков от меня. Основной здесь для меня это андизайн. Именно он лежал в основе нашей дизайн-системы в Сбере. И моему удивлению просто не было границ, когда я пришел в самолет и увидел знакомые лапки, которые торчали из всех компонентов. И оказалось, что в основе самолетовской дизайн-системы тоже лежит андизайн. Также я очень сильно люблю IBM Carbon и дизайн-системы от Evergreen. Но вы можете пользоваться любыми другими дизайн-системами. И раз мы затронули тему коммуникации с разработчиками, то поговорим про коммуникацию в целом. Выстраивайте коммуникацию так, чтобы о дизайн-системе знали. Помните, дизайн-система – это ваш внутренний продукт. И если вы не рассказываете о ней, то она просто ляжет в какой-то момент в ящике, ей никто не будет пользоваться. Также следите за тем, чтобы компоненты корректно реализовывались в коде. Очень важно, чтобы вы выстроили синки с разработчиками, потому что вы можете столкнуться с тем, что в фигме все отрисовано красиво, но когда вы приходите на прот, вы видите совсем другие компоненты, другие шрифты, другие цвета. Проводите синки с дизайнерами, презентуете каждое новое решение в рамках вашей дизайн-системы. Рассказывайте, не стесняйтесь рассказывать дизайнерам и команде разработчиков про то, что вы нового добавили. Это могут быть как красиво оформленные презентации, так и вы можете просто показывать все в фигме напрямую, показывая, какие изменения у вас произошли. Также стоит понимать, что такие презентации стоит показывать либо на синках команд, если у вас небольшая команда, либо на синках дизайнеров, чтобы не наносить это все на всех. Также договоритесь о том, как вы будете получать хитбэк по компонентам. Очень важно понимать, что… Дизайнерам очень важно понимать, что они в любой момент могут прийти со своими болями к вам и поделиться тем, что их не устраивает в текущей работе компонентов, сказать, где у них там что болит, что требуется доработать. И раз уж мы затронули доработки, то налаживайте канал для получения задач. Обязательно выстроите с дизайнерами способы, как они будут заводить вам задачи. Может быть, какие-то мелкие правки в компонентах вы не будете заводить в виде задач, но для крупных обязательно нужно проработать сценарий. Но не стоит забывать и про разработчиков. Проводите с разработчиками синки хотя бы раз в неделю, хотя бы на полчаса. Нужно обсуждать и понимать, может быть, с какими-то ограничениями разработчики столкнулись конкретно сейчас, может быть, у вас есть какие-то ограничения, которые будут в дальнейшем… Ну, всплывут в дальнейшем. Также договоритесь на дизайн-ревью. Стоит просматривать компоненты, четко формировать то, как вы будете описывать обратную связь по ним, когда эти компоненты уже реализованы. И никто не застрахован от ошибок, и поэтому бывает так, что разработчики приносят вам какие-то компоненты, которые сформированы не так, как вы их нарисовали. Ничего там страшного нет. Описывайте баги емко, приводите четкие примеры, как это было в Figma, и как это реализовано на Prode. И очень важно писать документацию. Как я уже сказал ранее, что хороший дизайн-систему от плохой отличает именно наличие документации. И если документации у вас не будет, то вы столкнетесь с тем, что к вам каждый день начнут бегать и дизайнеры, и разработчики спрашивать, а как работает этот компонент, а где мне его использовать. Опишите, что за компонент, для чего он используется. Возможно, здесь вы приведете примеры того, где этот компонент стоит использовать, какие ограничения у него есть, где его использовать не надо. Опишите юзкейсы и вообще поведение этого компонента. Расскажите, как взаимодействовать с компонентом. Может быть, это клавиатура и мышь, может быть, это компонент для мобильных устройств. Возможно, есть какие-то нюансы, такие как дабл-тап пальцем или, возможно, это использование клавиатуры через shift-тап. И обязательно опишите, как компонент взаимодействует с другими, если это, конечно, и есть взаимодействие. Например, в том же самом модальном окне, который я ранее показывал, можно описывать, как взаимодействие между собой поля воды. Как я уже сказал ранее, мы документацию храним также в одном файле на витрине вместе с компонентом, которому она посвящена. И здесь есть такой момент, то, что вы можете хранить документацию как в Notion, так и в Confluence, может быть, в Figma. Может, вы вообще хотите ее на Storybook публиковать, но помните, чем больше у вас точек-хода для этой документации, тем сложнее ее будет поддерживать. Публикуя документацию в одном месте и получая какие-то правки по ней, вам будет очень просто внести эти правки, нежели бегать по трем-четырем местам сразу. И очень важно, чтобы дизайн-система не полнилась кастомными компонентами, потому что в этом случае она начинает раздуваться у вас компонентами, которые используются, дай бог, один раз. И, собственно, эти правила помогут вам избежать проблемы. В дизайн-системе стоит добавлять только популярные компоненты. Не стоит добавлять туда какие-то баннеры, которые у вас используются на лендинге или где-то еще. Также есть и обратная сторона здесь, когда дизайнеры, наоборот, публикуют что-то в рамках своего проекта, не донося это до вас. Это могут быть какие-то компоненты, например, те же самые поля дополнительные какие-то. И тут вы сталкиваетесь с тем, что другой дизайнер на своем проекте использует тоже такие же поля, но они ведут себя по-разному, они не согласованы, хотя логика у них одна и та же. Поэтому выстроите с дизайнерами связь, что они все равно сперва советуются с вами, прежде чем добавляют или не добавляют компонент в дизайн-систем. И также самое, наверное, главное это запретить дотачить компоненты. Ни для кого не секрет, что мы как дизайнеры любим очень сильно разбирать тяжелые компонентики, разбирать тяжелые ауты. Но тут очень важно понимать то, что делая так с компонентами дизайн-системы, мы сталкиваемся с тем, что эти самые компоненты потом у вас просто не обновляются. Вы получаете различия между тем, что у вас есть в дизайн-системе, то, что у вас есть в коде, и тем, что вы нарисовали. И очень важно договориться с разработчиками, что они тоже используют UI-кит. Потому что если с дизайнерами мы хотя бы замечаем, что происходит у нас там в фигме, что компонент раздотачен, то с разработчиками, увы, это сложнее. Бывают такие ситуации, что есть два абсолютно одинаковых компонента, но один собран на коленке, а другой идет из библиотеки. И тут самое главное просто объяснить разработчикам, также дизайнерам, что они берут компоненты из библиотеки. Причины здесь, собственно, те же самые, что и с дизайнерами. Если не брать общий компонент, то в какой-то момент их клейка может быть нарушена и отличаться от того, что у вас есть в библиотеке. И сейчас мы разобрали самые частые ошибки, с которыми можно столкнуться при проектировании дизайна системы. И давайте просто поговорим, как делать надо. Трезво оценивайте свои силы. И понимайте, что вы действительно можете потянуть такую сложную вещь, как дизайн-система. Используйте атомарный подход. Начинайте проектирование с маленьких компонентов. Возьмите сперва цвета, типографику, кнопки. Вы всегда сможете их потом, если что, доработать и поменять. Старайтесь следить за объемом ваших компонентов. Договоритесь с разработчиками на синке и учитывайте ограничения кода. Лучше подсидеть это на самом раннем этапе. И также не забываем общаться с другими дизайнерами, с разработчиками. Это очень важно. Не забываем про документацию. И стараемся не вносить кастомщину. И бонусом от нас небольшой шаблон документации компонента. Здесь в этом файле будет документация на примере компонента select, а также шаблон документации, как ее правильно сделать. У меня все. С вами был Александр Служаев, дизайнер «Самолет». Саш, скажи, пожалуйста, у нас в последнее время фигма очень активно радует обновлениями. Токены они завезли, автоваяут у нас перепахали. И как поступать в таком случае, когда ты видишь, что новые возможности фигмы тебе как бы можно уже использовать, но у тебя огромная дизайн-система, которая уже сделана по старым правилам. Как в этом случае делать? Так все перепахивается, либо это частично, а как-то фиксируется? Да, спасибо за вопрос, Жень. Мы столкнулись тоже с этой проблемой, особенно когда доехали токены, потому что мы только перед этим переехали в отдельный, перенесли каждый компонент в отдельный файл, и тут нам, по сути, опять надо заново восстанавливать связи. Если говорить про такие изменения в целом, то нужно закладывать просто время на их доработку. Может быть не сразу, где-то выделять, может быть там это будет чуть позже. Возможно фигма вообще все переиграет и все откатит назад. Но если говорить точечно про токены, то не всегда для дизайнеров важно именно понимать, какие токены описаны. То есть мы для себя поняли, что выкатывать портиану с... огромную портиану с токенами на дизайнеров мы не готовы. Мы сделали просто перепривязку токенов с непосредственно цветами, шрифтами и так далее. А уже на разработку мы отдаем компоненты с правильно использованными токенами. Спасибо. Здравствуйте, у меня вопрос. Какие на практике реально получаются по объему документации по системе? Потому что из моего опыта, с которыми я общалась, не особо горят желанием слушать вот это все, читать то, как все действует, как это все работает и как это все реализовать. Ну объемы достаточно большие для документации появляются, да. Но здесь стоит может быть выделять какие-то моменты в документации, которые стоит отдавать на разработку. То есть не давать им там смотреть все прям какие-то нюансы, которые больше для дизайнеров, а давать им, например, поведение компонента. Если мы возьмем тот же select, то можно здесь, например, описать, как будет вести себя текст в случае переполнения этого поля. То есть да, это очень важно для разработчиков. Но в то же время для разработчиков не всегда важно понимать, как именно должен формироваться этот текст. То есть это уже больше на дизайнеров, на их райтеров. Аналогично с теми же самыми лейблами. Да, разработчик понимает там размер, цвет лейбла, где он находится, как он себя ведет. Но в то же время ему не важно понимать, какой там будет контент в этом лейбле. То есть легче ставить большую документацию для дизайнеров и вот какие-то маленькие особенные детали оставить для разработчиков? Да, да. Лучше просто выделять для разработчиков маленькие детали. У меня вопрос такой. Ты сказал, что, понятное дело, не надо добавлять в дизайн-систему компоненты, которые используют сразу. Например, я, я, Ваня, в пакете. Это, понятно, реклама или нет? Но в какой момент ты понимаешь, что это базовый компонент? И как ты проводишь? Ребью или, не знаю, какое-то количество? Три раза повторилось, значит, на дизайн-системе. Какие правила у тебя действуют? Ну, мы стараемся с дизайнером, во-первых, сперва показывать такие компоненты, ну, мне, а в том числе, на других лидов выносить их, смотреть и понимать, нужны ли они нам вообще. Также, если какие-то, вот, да, действительно, случаи того, что этот компонент повторяется, там, ну, буквально там даже достаточно там трех раз, возможно, он там будет где-то использоваться еще, то мы тоже стараемся добавлять. Но, в первую очередь, мы продумываем еще логику, а нужен ли нам этот компонент. Например, у нас очень долго жила кнопка «Скачать Excel». Прямо так и называлась. И она была только для этого случая – «Скачать Excel». И мы избавились от нее, несмотря на то, что эта кнопка использовалась часто. Мы просто заменили ее на обычную кнопку, потому что, ну, не нужно выделять зеленую кнопку конкретно под случай «Скачать Excel». Но, собственно, для этого, да, мы, конечно, провели исследование, поняли, что нам пользователи действительно понимают, что синяя кнопка «Скачать Excel» на данной странице будет вести к тому же, что и зеленая раньше. Спасибо. То есть, ну, если вы продолжите, то это все-таки экспертное мнение, потому что хорошо знаешь дизайн-систему, можешь ее услышать. Да. Скажи мне, пожалуйста, а дизайн-системы, они применимы только в UX-UI дизайне или их можно применить в графическом дизайне, в дизайне интерьера еще где-то? Скорее только сложно сказать на самом деле. Ну, в дизайне интерьера, да, наверное, можно, потому что там есть какие-то повторяющиеся кейсы. В графическом дизайне, наверное, куда тяжелее. Если мы говорим про то, что опыт должен быть уникальный, то есть создаем логотип, еще логотип и еще логотип, нашим пользователям, клиентам навряд ли понравится, что будут одинаковые логотипы. Можно я тебя наполню? Мы просто недавно разрабатывали вязание системы Digital Carrier, вернее, для глобусов, по именно коммуникационке. Но, казалось бы, то есть к нам пришли задачи, мы говорим про большие продукты в первую очередь, но в целом, мне кажется, можно применять в вебе в первую очередь, просто он будет проще. И он будет основан на типографии в первую очередь и сетке, что, например, текстовые графические страницы, у них же тоже могут быть шаблоны, просто он проще, намного, скорее всего. Но в коммуникационном дизайне тоже. Вдруг, если вы сталкивались, не знаю, работать на продукте а-ля вархитплейсе, у вас куча баннеров, к нам пришел клиент, с такой проблемой, что у нас куча, и они разные, и они где-то страшные, где-то, конечно, хорошенькие, где-то не соответствуют, кстати, с вашему духу, и так далее. И вот наша задача была, в принципе, построить то же самое, просто разложить компонент за брейдингом. Ну, условно, те же самые баннеры, если вы сделаете новый, у вас целая команда, или какие-то другие графические элементы, как иконки, например. Кстати, иконки тоже можно разложить. Такая, сейчас форматирую наши кейсы. Но не специально. Просто потому, что был опыт. И раскладывали компоненты. Сейчас дизайнеры внутри клиента могут сами через нашу тиклу собирать баннеры, ну, как бы, красивые, одинаковые. Так что, в принципе, это не походится, дорогой, какого дизайнера, но и какой-то дизайнер очень полезный. Да, здесь соглашусь. Как бы, да, действительно, такие вещи, как иконки, можно спокойно собрать для них какой-то гайд, писать, как их собирать правильно, и так далее. Аналогично, например, с презентациями. У многих крупных компаний, особенно, есть свои шаблоны презентаций, которые могут использовать другие дизайнеры. Да, это тоже, как бы, графический дизайн, но именно вот часто бывает такое, что в творческих каких-то моментах дизайн-систему сложно применять. Спасибо. Ну что, Саша, раз у нас ребята не смотрели на вопросы, я думаю, они просто очень сильно проникли, если им нужно время переварить. Спасибо большое, было очень приятно выступить. Спасибо. 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 Спасибо.